Что с тобой происходит, Бласина? Ты уже несколько дней какая-то странная. Если ты хочешь что-то мне сказать, делай это, пожалуйста, скажи. Потому что я больше не выношу твоего умолчания. Не обращайте внимания, сеньор. Я переживаю, потому что знаю, что ты в чём-то меня обвиняешь, хотя ничего не говоришь. Ну давай, скажи. Тебе кажется, я поступаю плохо? Как я могу радоваться? Ведь я отношусь к вам как к своему сыну. Я забочусь о вас. Зачем вы осложняете свою жизнь? Вспомните, что произошло. Вас чуть не убили из-за Валерии Сандавал. Не успели вы решить одну проблему, как тут же взвалили на себя другую. Ещё хуже. Увлечься свояченькой. Что мне мешает, Бласина, скажи? Ни у одного из нас нет обязательств. Мы оба свободные люди. Ну не совсем свободные. У неё есть дети, и она должна обдумывать свои поступки, если хочет их вернуть. К тому же у неё разногласия с Доней Перфектой, которая её смертельно ненавидит. Что произойдёт, когда Доня Перфекта узнает, что вы положили глаз на Алисию Гордиолу? Разве ты расскажешь об этом моей матери, Бласина? Я? Упаси Боже, чтобы я совершила подобную бестактность. Она бы умерла от огорчения. Донди, Гидо, ради Бога. Спуститесь на землю. Подумайте о последствиях. Подумайте, что по вашей вине может пострадать много людей. Эй, подумайте об этом. Я думал, Бласина. Поверь мне, я думал об этом. Я уже давно пытаюсь выбросить эту мысль из головы. Я даже пытался возненавидеть Алисию Гордиолу, думая, что это самые абсурдные вещи, которые мог вообразить. И первая из них — смерть моего брата Амадора, но ничего не помогло. Наоборот, это лишь подогревало мой интерес к ней. А если она виновна в смерти Амадора? Поверь мне, я воспользуюсь всеми доступными мне советствами, чтобы завоевать её Бласина. Даже если весь мир меня осудит, и моя мать, и все остальные будут считать меня предателем. Я настроен решительно. Это решённый вопрос. Отель работает всего одну неделю, а такое ощущение, что он открылся давно. На следующий месяц уже все номера зарезервированы. Вне всякого сомнения, наша надежда оправдывается. Вас это не вдохновляет, Алисия? Разумеется, сеньор Бриньон. Вы говорите с таким лицом, что в это трудно поверить. В чём дело? Что с вами? Усталость, только и всего. Естественно, вы устали. Прошедшая неделя была тяжёлой. Но завтра вы сможете восстановить силы, когда пойдёте на прогулку с детьми. Я пойду спать. Спокойной ночи, сеньор Бриньон. Алисия, мне кажется, вас огорчило то, что сказал доктор Димас Пантоха. А что сказал Димас? Про Диего Бланк. Вам не понравилось, что он влюблён в певицу из Эбиса Блу? Не впервые рассказывает о любовных подвигах этого человека. Не зря его считают закоренелым бабником. Меня не трогает, что говорят о Диего. То, что он делает со своей личной жизнью, это его дело. Меня это не интересует. Абсолютно. Диего не исправим, так говорит даже его мать. Которая согласна со мной, что ты должна найти себе другого поклонника, который бы тебя заслуживал. Что вы все знаете о моих чувствах к Диего, папе? Вы не можете меня понять. Вы даже не считаетесь со мной. Это ты не считаешься со мной. Ты всё время плачешь, убиваешься по нему. Вместо того, чтобы найти жениха, который бы устраивал нас обоих. Ты должна выйти замуж за богатого человека, который бы вытащил нас из нищеты. Если Дония Перфекта лишит нас своей поддержки, что мы тогда будем делать? Я не знаю, как долго мне удастся поддерживать свои хорошие отношения. Папа, что происходит? Почему ты не хочешь мне рассказать? Ты нервничаешь с тех пор, как вернулся. Я привёз плохие новости Донии Перфекта и сказал тебе об этом. Может, ты что-то узнал, что выставило тебя в плохом свете перед ней? Думаю, я совершил некоторые ошибки в деле Алисии Гвардиолы. Разумеется, мне удалось убедить Донию Перфекту в обратном. Какие же ошибки ты совершил, папочка? Ты убедился, что она невиновна, но не можешь признать этого. Эллиминадо, пожалуйста. Не нервируй меня ещё больше и не пытайся вытащить правду. Это очень сложный вопрос. Я отдал бы всё, что у меня есть, только бы оказаться подальше от этого посёлка и от проблем между Донией Перфектой и этой проклятой Алисией Гвардиолой. Почему вместо того, чтобы плакать по Диего Бланко, ты не поможешь мне? Раз тебе не удалось получить его, значит, он тебе не подходит. Не подходит, да. Пришёл Диего Бланко. Он не пропускает ни одного вечера, когда выступает Пантерита. Охраняет её, чтобы к ней не приблизился Димас Пантоха. Чем эта женщина сводит с ума мужчин? Она привлекательна, у неё хорошая фигура, но влюбится в человека, который не показывает своё лицо. Уже ходят разговоры, что она надевает маску, потому что у неё лицо изрезано. Нет, нет. Не думаю, что это так, иначе Диего Бланко не увлёкся бы ей. А может, он её и не видел. Такая лиса, как он? Ради бога. Он уже давно снял с него маску и многое другое. Конечно, уверен. Ни для кого не секрет, что Диего Бланко влюблён в эту певицу. Плохо говорить о людях, которых ты ценишь, но это верно синьору Алисе. Все люди говорят, что Дон Диегит её завоевал, хотя для него это не составляло большого труда. Все женщины балдеют от него, гоняются за ним, как сумасшедшие. Диего Бланко влюблён в эту певицу. Диего Бланко влюблён в эту певицу. Диего Бланко влюблён в эту певицу. Эрте и Колумбия представляет Телевизионный многосерийный фильм «Вдова Бланко» по мотивам произведения Хулио Хименеса. Фильмы снимались. Телевизионный фильм «Вдова Бланко влюблён в эту певицу». Анна Моника, Сандра Перес. Автор сценария Хавьер Карро. Композитор Мигель Дюнер-Ваес. Оператор Сезар Контрерос. Продюсер Хугу Леон Феррер. Режиссёр Аурелио Валькарсель Королл. Диего Бланко влюблён в эту певицу. Всё, всё, дети, кончайте галдёж. Сейчас заберём вашу маму. Можно нам выйти? Мы хотим поздороваться с вампиром Бриньоном. Нет, господа, никуда не ходите, потому что мы не знаем, может ли сеньор Бриньон нас принять. Успокойтесь и оставайтесь там, пока я схожу сам. Добрый день, Элисия. Вы уже готовы поехать с нами? Я готова, но никуда не поеду с вами, Диего. Я проведу этот день только с детьми. Хорошо. Если вы не хотите, чтобы я был с вами, скажите, куда вас отвезти? Никуда. Оставьте детей здесь. И возвращайтесь к работе. Филиппе? Дуван? Вас ждёт сеньор Бриньон. Идите в дом. Видишь, он хочет нас видеть. Вампир Бриньон наш друг. Идём, головастик. Увидимся, дядя. До свидания. Благодарю вас, что привезли детей. Вечером, как обычно, я приведу их домой. Можно узнать, почему вы так со мной, Элисия? Меня удивляет, что вы спрашиваете об этом после того, что я вас узнала. Уделяйте больше внимания своим завоеваниям, а не моим детям и мне. Что вы вам обо мне сказали? Никто ничего не говорил. Я знаю, что вы очень заняты, потому что заботитесь о сеньорите, которая поёт в баре и поле Тереболье. Не тратьте своё время на нас. Не стану отрицать, что навещаю сеньориту, о которой вы говорите, и также то, что она меня интересует. Но у меня хватает время на всё, Элисия, даже на вас. Для вас не секрет, что вы меня очень интересуете. Как вы смеете говорить со мной подобным образом? Кем вы себя возомнили, Диего Бланко? Господом Богом? Суперменом, перед которым падают все женщины? Это не так. Вы просто циник, привыкший идти по головам. Только буду влитворить свои желания. Но не стройте планов относительно меня. Поверьте, я вас всегда уважал. Это неправда. Вы обращаетесь со мной, как с одной из тех, которые позволяют себя одурачить фальшивыми словами. Но клянусь, что я не дам вам ни малейшего шанса. Отныне вы будете держаться от меня на расстоянии. И никогда не подойдете ко мне. Вы бы так со мной не говорили, если бы узнали, почему я навещаю Пантериту. Меня это не интересует, как мне интересует ваша личная жизнь. Уважайте меня и уважайте моих детей. Или я буду вынуждена поставить вас на место. Отныне, сеньор Бланко, мы с вами будем только здороваться. Неплохо. Просто здорово. После того, что она вам сказала, вы говорите, что все здорово? Хуже не может быть. На первый взгляд, Керубин. Потому что если она решила сказать мне все это, значит, она ревнует. А раз ревнует, значит, я ей не безразличен. Разве не так? Что ты знаешь о женщинах, Керубин? Я не знал столько, сколько знаете вы, но даже если бы и знал, не сделал бы того, что делаете вы. Я воспользуюсь всеми средствами, чтобы заставить Алисию понять, что я незачем подавлять свои чувства ко мне. Если мужчина хочет завоевать женщину, он становится изобретательным. Очень изобретательным? За счет другой женщины? Дон Диего, да как вы могли связаться с певицей, чтобы вызвать ревность у Донни Алисии? Эта певица не создает никакой проблемы. Напротив, она мой союзник. Так что спокойно. Я знаю, что делаю. Будь здоров. До свидания. Как дела, Бласина? Дон Диего, привет. В чем дело? Что он тебе сказал? Он окончательно сошел с ума, Бласина. Все, что он делает, не похоже на поступки нормального человека. Он совершает массу глупостей. Дон Диего сошел с ума. Думаю, он закончит плохо. Очень плохо. Это один из самых прекрасных дней в нашей жизни, потому что, наконец-то, вы пошли с нами. Вы давно не хотели на прогулку? Очень много лет. Я уже забыл, как приятно проводить время на природе. Особенно в такой приятной компании. Теперь вы будете выходить каждую субботу, чтобы дышать свежим воздухом. Дван, верни шляпу сеньора Бриньону. Но, мама, сегодня жаркий день. Ему нужна шляпа, чтобы прикрывать лицо. А то начнется, как ее? Консифурула или как там? Из-за болезни вы не женились, вампир Бриньон? Сеньор Бриньон не женился, потому что не хотел. И, пожалуйста, перестаньте называть его вампиром. Но у вас, наверное, было много невест, не так ли? Нет, у меня не было много невест. Была одна. Но у нас ничего не вышло. Я на всю жизнь остался холостяком. Держу паре, она была молодая и очень красивая. Более-менее. Я считал ее самой красивой женщиной на свете, потому что был в нее влюблен. Но она вышла замуж за другого. Да, Дон Хустино? Ведь так, Дон Хустино? Она забыла вас и вышла замуж за другого? Я не могу забыть о нем. О моем сыне Амадоре. Это было самое прекрасное, что дал мне Бог. Он был добрым, ласковым сыном. Умным, правильным человеком. Он жертва. Он потерял жизнь по вине дурной женщины, которая была его женой. Мама, ты причиняешь себе вред, вспоминая об этом. Неужели ты думаешь, что я могу забыть об этом хоть на мгновение? Через несколько дней, очередная годовщина его смерти. И в этот день я хочу быть с моими внуками. Отвезу их на кладбище, на его могилу. Я хочу, чтобы они боготворили его память, чтобы уважали его, любили, как люблю я. Они не должны забывать своего отца. Я должна поддерживать воспоминания о нем, потому что это мой долг. Мой долг. Вы еще не собираетесь спать, сеньор Бриньон? Я немного устал, но спать не хочется. Вы вернулись с прогулки задумчивым. Это был чудесный день. Мне уже давно не было так хорошо. Я считал, что умру так, и не погуляв по парку, не побывав на солнце, на свежем воздухе. Но я еще не готов противостоять реальности. И ваши дети убедили меня в этом. Они чем-то огорчили вас? Дети есть дети. Они не понимают, что иногда своими наивными вопросами могут потревожить рану, которая еще не затянулась. Когда они спросили, почему я не женился, и говорили о женщине, в которую я был влюблен, у меня было ощущение, что они все знают. Думаю, они знают, что это было перфекта. Иногда мои дети бывают немного странными. Говорят такие вещи, которые приводят в замешательство. Но могу вас заверить, они делают это без злого умысла. Вам не за чем говорить об этом, Алисия. Какой злой умысел может быть у таких детей? С каждым днем я люблю их все больше. И считаю их членами своей семьи. Внуками, которых у меня не было. Потому что они могли быть моими внуками. Сеньор Бриньон. Вы тоже были не слишком счастливы. Что-то вас взволновало и по-прежнему волнует. Это ваше предположение? Нет, Алисия, нет. Я вас слишком хорошо знаю, чтобы обманываться. Я видел, как вы спорили с Диего Бланко у входа в дом. Что у вас с ним? Ничего. Ничего, поверьте. Я больше не буду спрашивать. Надеюсь, вы сами скажете, когда почувствуете необходимость с кем-то поделиться секретами и страхами, о которых я догадываюсь. И которые вы от меня скрываете. Спокойно, на челесе. Спокойно, на челесе. Спокойно, на челесе. Для меня самое главное они. Остальное не важно. Остального не существует. Значит, вы ходили в парк? Что за парк? Куда всегда мы ходим? Недалеко от автострады. И о чем вы с ней говорили? О колледже, об учебе. Обо всем, о чем дети говорят с мамой. Мы играли, потому что ей нравится играть с нами. Это хорошо, что вы отвлеклись. Но не до такой степени, чтобы забыть об обязанностях, которые тоже важны. Например, у вас у всех долг перед умершими родными. Мертвецами? Я говорю о вашем папе, об Амадоре. Следующий вторник – очередная годовщина его смерти. И мы поедем в столицу, чтобы навестить его могилу. Насколько я вижу, вас не очень вдохновляет мысль пойти на кладбище. Но вы должны выполнить эту священную обязанность. Потому что жизнь – это не только игры и развлечения, как учит вас ваша мама. Ваш отец должен стать самым важным для вас. Важным, но он умер, а наша мама жива. Он всегда должен жить в вашей памяти. Потому что родные люди никогда не умирают. Они остаются живыми в нашем сознании, в наших сердцах. А теперь спать. Постарайтесь выспаться. До завтра. До завтра. Не забудьте погасить свет. Я не помню папу. А ты его помнишь, Дуван? Тоже нет. Мы были очень маленькими, когда он умер. Я вижу во снах бабушку, дядю, тетю, маму, даже незнакомых людей. Но он ни разу мне не приснился. Почему? Наверное, потому что он умер. Мама никогда не говорит о нем. Почему она не хочет вспоминать о нем? Я знаю, Алисия. Знаю, потому что вы все это заслуживаете. Даже намного больше. Я верю вам. Доверяю вам всякий раз, когда вижу, с какой нежностью вы относитесь к Кустину Бриньону. Доверяю, когда вижу вашу безграничную любовь к детям. Потому что вы, Алисия, вы и есть любовь. Вас там столько переполняет это прекрасное чувство, что вы испытываете необходимость одаривать ей других. Поверьте, совсем не трудно научиться вас любить. Вы вошли в мою жизнь. Он такой же, как его брат. Они одинаковые. Боже мой, что со мной? Я не должна о нем думать. Не должна. Значит, для ужина все готово? Да, сеньора. Добрый день, Алисия. Как дела, Диего? Хорошо, очень хорошо. Вот заехал сюда, прежде чем отправиться в усадьбу. Похоже, сегодня в отеле очень оживленно. Да, это так. Вам что-то нужно? Нет, разумеется, нет. Я только хотел узнать, как вы вчера провели день с моими племянниками. Очень хорошо, как всегда. Вас сопровождал Хустина Бриньон? Да. Дети хотели побыть с ним и уговорили его пойти с нами. Какая-то проблема? Нет. Вы прекрасно знаете, что я ничего не имею против сеньора Бриньона и также знаю, что дети хорошо к ним относятся. Вам не хватало меня, Алисия? Вовсе нет. Мне же, наоборот, очень вас не хватало. Поверьте, мне было очень скучно. Я вспоминал о тех прекрасных субботах, когда вы были рядом, и я мог вас видеть. Меня удивляет это. Ведь вы можете наслаждаться более интересным и приятным обществом, чем мое. Если вы имеете в виду Пантери, то все верно. Вечером я снова видел ее. Я вам сказала, что ничего не хочу знать о вашей личной жизни. И теперь мы ограничимся приветствиями. Если вас действительно не интересует моя личная жизнь, как вы утверждаете, а почему вы так холодно со мной? Я не делаю ничего плохого. Кроме того, вы не знаете, какие отношения связывают меня с этой певицей, и почему она меня интересует. Как мне заставить вас понять, что я не хочу говорить об этом? И не хотите встретиться со мной? Не пытайтесь воспользоваться ситуацией с детьми, чтобы заставить меня. Не нужно думать обо мне так плохо, Алисия. Я думаю именно так. Ведь вы воображаете худшее обо мне. Хочу, чтобы вы знали, что я по-прежнему искренне вас люблю. Не забывайте об этом, сеньора. Не забывайте. С моей стороны никаких возражений. Ваши внуки способны. Если они пропустят один день, это не отразится на их успеваемости. Да, но вы знаете, что мне не нравится, когда они пропускают уроки. Дело в том, что я хочу отвезти их на могилу отца, а для этого нужно ехать в столицу. Я сам их отвезу, потому что речь идет о годовщине смерти Амадора. Царство ему небесное. Доктор Урбин, это уважительная причина, чтобы они завтра не приходили. А что, Алисия Гуардиола больше здесь не появлялась? К счастью, нет, Донья Перфекта. Похоже, она слишком занята отелем. Думаю, у нее даже нет времени, чтобы вздохнуть. Она с утра до ночи работает. В любом случае, учительница Юдит, если эта синьора заявится сюда, не позволяйте ей встречаться с детьми, потому что ей разрешено видеть их только по субботам. Откровенно говоря, я не знаю, как это сделать, Донья Перфекта, потому что вы говорите мне одно, а ваш сын совершенно другое. Он горой стоит за эту синьору и даже пригрозил мне, если я посмею выступить против нее. Лучше, любезно, скажите, кого мне слушать? Разумеется, меня, потому что у меня все права на этих детей. Диего не может распоряжаться моими внуками. Я тоже так считаю, Донья Перфекта. Вы, как бабушка этих детей, обладаете всей полнотой власти. Диего отличный парень, но, как и у любого человека, у него есть недостатки. Он не всегда способен принять правильные решения в моральном плане. Вы так говорите из-за сплетен, которые слышны в поселке? Донья Перфекта, к сожалению, это так. И, похоже, эти сплетни не без основания. Но, Донья Перфекта, ради бога, не обращайте внимания. Я не хочу, чтобы вы сердились на меня. Как я могу сердиться на вас, если вы говорите правду? Да. Мой сын Диего связался с певицей, которая работает в баре и Политоре Больо. Это меня очень волнует. Не могу не признать. Что с тобой, Филиппе? Полстак Бето ударил меня ногой. Дай я посмотрю. Что с тобой, Филиппе? Ты больше не будешь играть? Нет, потому что Бето играет нечестно. Я не хочу с ним ссориться, тем более сейчас, когда бабушка разговаривает с учительницей. Почему больше не приходит ваша мама? Она очень занята в отеле, но мы встречаемся с ней каждую субботу. Привет, родные. Я поговорила с учительницей Юдит и все уладила. Что с твоей ногой, Филиппе? Ничего серьезного. Ничего не случилось. Просто я упал во время игры. Вы прекрасно знаете, что мне не нравятся эти игры. Какая красивая девочка. Это ваша одноклассница? Да, она моя невеста. Филиппе, ради бога, ты еще маленький. Зачем ты говоришь, что у тебя есть невеста? Сразу видно, что они учатся у дяди, который жить без женщин не может. Лауронтино, ради бога, есть вещи, которые нельзя говорить при детях. Ладно, увидимся дома. И больше не играйте в футбол. Я не хочу, чтобы вы набивали себе шишки. До свидания. Ну что? Зачем приходила ваша бабушка? Держу пари, вы ей нажаловались. Вовсе нет, дурак. Она приходила попросить разрешения, потому что завтра мы поедем в столицу на могилу нашего отца. На могилу человека, которого убили? Его не убили. Он погиб в аварии. Все говорят другое. Говорят, что вашего папа убили. И не потому, что он был хорошим человеком. Уверен, он был такой же плохой, как и вы. Толстый болтун. Это ты умрешь, как плохой человек. Спокойно, Филиппе. Не трогай его. Я не знаю, что ты здесь потеряла, иллюмината. День сегодня не для визитов. И у меня нет времени, чтобы заниматься тобой. Слишком много работы. Я вынуждена была приехать, потому что ты не появляешься. Ты все время в усадьбе, а когда приезжаешь в поселок, сразу отправляешься в бар и поли-и-туар-эболи. Как будто для тебя ничего другого не существует, кроме проклятой пантериты. Диего, ты не можешь отказаться от ответственности перед семьей, перед друзьями, которые тебя любят, ради женщины, которая причиняет тебе вред. Можно узнать, какой вред она мне причинила? Ты такой глупый, что не понимаешь, что о тебе все говорят. Страдает твоя репутация? Даже если бы я был святым, улюминат, да все равно обо мне поговорили. Так что пусть люди говорят, что хотят, меня это не волнует. Но волнует твою маму, Диего, и твою сестру, и даже близнецов. Ради бога, Диего, ты должен образумиться. Не могу поверить, что эта женщина так тебя запутала, что ты забыла о чувстве ответственности. Мы уже достаточно говорили об этом, улюминат. Я тебе несколько раз повторял, что я чувствую к этой женщине. Это нечто очень глубокое, так что не пытайся переубедить меня, потому что у тебя ничего не получится. Займись чем-нибудь полезным. Диего, выслушай меня. Не думай, что это из-за боли, которую я испытываю. Я поступаю так из любви к тебе и к твоей семье. Скажи мне правду, что тебя связывает с этой женщиной. Ты правда хочешь узнать об этом? А почему я, по-твоему, здесь, потому что не могу тебя понять? Я люблю пантерит, улюминат, да это правда. Это не временное влечение. Самая глубокая любовь, какая существует на свете. Мои чувства к ней настолько искренние, что я никогда не оставлю ее. Кроме того, я обязан быть рядом с ней, чтобы защитить не только от Димаса Пантохи, но и от всех людей, которые хотят причинить ей зло, включая и тебя, иллюмината. И всех тех, которые готовы сожрать любого, ссылаясь на фальшивую и лицемерную мораль. Понятно, или иллюмината? Теперь ты все поняла? Доли Полита, могу я поговорить с вами? Конечно, иллюмината, присаживайтесь. Скажите, до каких пор у вас будет петь пантерита? Если бы это зависело от меня, я бы нанял ее навсегда. Но, к сожалению, неделю через две я останусь без нее. Вы в этом уверены? Конечно. Договор со мной истекает, в нее другие контракты с разными ночными центрами столицы, а также на телевидении. Значит, она уезжает через две недели. Для меня это очень плохо. Но для вас хорошо, потому что освобождается дорога к Диего Бланко. Спокойно, спокойно, я не хочу вас оскорбить. Я знаю, что вы интересуетесь Диего Бланко. Знаю, что его увлечение причиняет вам страдания. Но это лишь увлечение, которое очень скоро пройдет. Если пройдет, потому что я боюсь худшего. ДИЕГО БЛАНКО Значит, ты пришла навестить маму? А не поздновато ли для визитов? Сейчас только 8 часов. К тому же, то, о чем я хочу поговорить с ней, чрезвычайно важно. Придется отложить до другого раза, потому что она уже легла спать. Или, может, ты не знаешь, завтра она рано уезжает с твоим отцом и близнецами. Речь идет о твоем брате, о Диего. Еще одна причина, чтобы не беспокоить ее. Я не позволю тебе расстраивать ее своими сплетнями, которые только омрачают ей жизнь. Айда, пожалуйста. Или тебя не беспокоит то, что делает Диего? Тебе безразлично, что он может пропасть по вине дурной женщины? О какой женщине ты говоришь? О ком же еще? Обескажи певице, которая выступает в Иби Саблу. Она свела его с ума. Одному Богу известно, что она с ним сделала. Он забыл обо всем. Ты преувеличиваешь, как всегда. Послушай, ты знаешь, что я очень люблю твоего брата. Но в данный момент я чувствую не досаду, а страх, потому что думаю, что он может пойти на любое безумие. Диего не совершит ничего плохого, и эта женщина не бесстыжая, как ты уверяешь. Айда, ради всего святого. У тебя прочные моральные принципы. Ты верующая. Как это возможно, что тебя это не волнует? Твоему брату грозит опасность. Или ты хочешь, чтобы он последовал за этой авантюристкой, которая воспользовалась хитроумными уловками, чтобы окрутить его? Ты не знаешь эту бабенку. Я могу тебе сказать, что... Почему ты считаешь, что она бабенка? Потому что зарабатывает на жизнь пение. Но это достойная работа, как и любая другая. И ты не имеешь никакого права говорить, что она плохая женщина, потому что ты ее не знаешь. Знаю, знаю. Я знаю, что говорю. К тому же нельзя доверять женщине, которая скрывается под маской. И завлекает мужчин. Не беспокойся. Она пробудет здесь недолго. И исчезнет так же, как и появилась. Она артистка и не может долго оставаться здесь. Да, я знаю. Она уезжает в столицу. Мне сказала об этом и Политоре Боли. Но именно этого я и боюсь. Айде. Я говорила с Диего. И он мне поклялся, что не оставит ее, потому что слишком ее любит. И раз он так сказал, значит собирается уехать с ней. Диего может пропасть, как пропал его брат Амадор, потому что связался с Алисией Гуардиолой. И это ты собираешься сказать маме? Разумеется. Она должна вмешаться. И мой долг предупредить ее. Твой долг держаться в стороне от наших семейных проблем. А не приходить сюда и мучить ее своими предположениями. Потому что все это твои предположения, не имеющие под собой оснований. Иллюмината, я прошу тебя, уйди. И перестань болтать. Это только увеличивает число проблем. У нас их и так достаточно. Без тебя. В твоей семье все сумасшедшие. И ты тоже. Если бы она знала, что вы певица из бар. Если бы она знала. Она не узнает об этом, Тереса. Так же, как не узнает мама. Потому что Пантеррито пробудет в этом поселке всего две недели и уедет. Значит, это правда? Вы уедете в столицу, как и говорят? Да, Тереса. Уеду. Начну профессиональную карьеру. Я уже обещала ребятам и не могу их подвезти. А что вы скажете, Донни Перфекти? Как вы ей объясните свой отъезд? Боюсь, в последний момент мне придется сказать ей правду. Хоть и знаю, что нанесу ей этим сильный удар. Но это неизбежно. Так или иначе, но твой брат и сестра не оправдали моих надежд. Они ведут себя не так, как мне бы хотелось. С тобой этого бы не произошло, потому что ты был лучшим. Прости меня, Амадор. Прости меня за все, если можешь. Завтра я поеду на кладбище и привезу к тебе твоих сыновей. Где бы ты ни был, вступись за них. Защити их от этой порочной женщины, которая отняла у тебя жизнь. Она не заслуживает того, чтобы быть их матерью. Я не хочу. Я не отважусь посмотреть на него. Нет, простите, я не могу. Я не могу этого сделать. Пожалуйста, синьора. Прошу вас взглянуть на него. Хотя бы взгляните. Позвольте мне уйти, пожалуйста. Я не смогу. Напоминаю. Вы обязаны опознать его, так что подойдите, пожалуйста. Посмотрите на него. Посмотрите и скажите, это ваш муж? Амадор Бланко? Боже мой. Нет! Нет! Что с вами, Алисия? Почему вы кричали? Нет. Ничего, синьор Биньон. Как вы могли оставить открытое окно? Можете подхватить пневмонию. Что вас так взволновало? Мне приснился кошмарный сон. Приснился Амадор. Наверное, потому что я вспомнила о нем перед сном. Вы не должны о нем думать, Алисия. Завтра годовщина его смерти. В этот день. Его нашли мертвым. Что происходит с прелестными ангелочками? Вы какие-то серьезные. Вам не нравится путешествовать? Конечно, нравится. Но не хочется идти на кладбище. Нас пугает это место. Вы не должны испытывать страха, а только волнение. Потому что мы навестим могилу вашего папы, а не чужого человека. Пойдете в отель? Да, там много дел. Вам уже лучше? Да, не беспокойтесь. Не лгите мне. Вы расстроены? Конечно. Ночью плохо спали, потому что вас смучили воспоминания о смерти мужа. Этот день лучше забыть. Как его забыть? Это было начало кошмара, который пока не закончился. Годы тюрьмы, потери детей, тоска от мысли, что твоя жизнь кончена. Об этом лучше не думать. Если ходите, я займусь отелем, а вы отдохните и успокоите нервы. Нет, сеньор Бриньон, благодарю вас, но мне лучше не оставаться дома. Работа меня отвлекает. Я перестаю думать о том, о чем не должна. Взбодритесь, Алисия. Выше голову. Не позволяйте прошлому причинить вам зло. Постарайтесь стереть плохие воспоминания. Вы меня послушаетесь, верно? Добрый день. Добрый день, Мегател. Добрый день, Донни Алисия. Хорошо спали. Не так, как ты. Я привык вставать с первыми петухами. Я не из тех, которые приклеиваются к подушке. Я сплю мало. Сегодня так же рано встали Донни Перфекта и близнецы. Они что, уехали? Я видел, как они ехали в машине Лаурентина. Кто знает, куда. Думаю, я знаю. Здесь похоронен папа? Да. Уже несколько лет здесь покоятся его останки. Останки безупречного человека. Человек, который любил и уважал своих родителей. Отважного человека, который мог многого добиться, если бы на его пути не появилась смерть. Он был таким ласковым. Лучшим из моих детей. Почему ты всегда говоришь, что он лучший? Он был лучше дяди Диего? Намного лучше. Он был человеком с характером, помнил о своем положении. Я имел счастье быть с ним знакомым. Правда, общался я с ним совсем недолго. Грустно, что он ушел от нас с таким молодым. Он не смог увидеть, как растут его дети. Он не смог любить их, защищать от опасности. В любом случае, в любом случае, мы защищены. Нас защищаешь ты, дядя с тетей и мамой. Все было бы иначе, если бы он был с нами. Амадор, я привела твоих детей на годовщину твоей смерти, чтобы попросить у Бога вечного покоя для твоей души. Дети, встаньте на колени. Помолимся за вашего папу. Можно задать тебе вопрос, бабушка? Конечно, дорогой. Это правда, что нашего папу убили. Кто вам сказал? Нам сказал Бета в колледж. Это все глупости, мальчики. Ваш папа погиб в аварии. Мы много раз говорили вам об этом. В какой аварии? В автокатастрофе. Он ехал на машине и во что-то врезался. А Бета уверяет, что это не так. И другие люди говорят, что его убили. Не обращайте внимания. Так говорят плохие люди. Это ложь. Мой молитвенник, я держала его в руках. Наверное, оставила в машине. Пойдем, возьмем Дони Перфекта. Не оставляйте нас одних, мы пойдем с вами. Чего вы боитесь? Вы остаетесь с отцом. Побудьте с ним и помолитесь за него. Это правда. Здесь похоронен наш папа. Конечно, головастик, как и все покойники. Мы не должны бояться. Давай встанем на колени. Мне все равно страшно. Я впервые на кладбище. Я чувствую то же самое. Дай мне руку. А вторую положи на могилу, как делала бабушка. Зачем? Чтобы думать о нем. Мы ведь для этого приехали. Дай мне руку и думай о нем. Только о нем. Ты что-нибудь чувствуешь? Нет. Я ничего не чувствую. Думай о нем. Думай, как будто он с тобой говорит. Я чувствую холод. Холод. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok